Рашизм не пройдет. Я белорусская, родилась, выросла в Беларуси, вы у меня этого не заберете. Я не хочу, чтобы Лукашенко умирал. Возможно, я буду просто дома сидеть котлетно делал. Договорились. Стоп, нет, я не хочу, чтобы это попадало в этот. Давай еще раз задай этот вопрос. Сегодня у меня в гостях Янина Сазанович. Каратели пугают своих детей ее именем. Что ж, поговорим. Привет, я Нина. Привет, Сергей. Расскажи мне, какими проектами ты сейчас заправляешь? Я заправляю. Я создатель и ведущая на канале, YouTube-канале Дикая Поливанья. Также у нас есть телеграм-канал Дикая Поливанья. И у нас есть телеграм-каналы Каратели Беларуси. И все нарушения. Каково это быть первой осужденной в Беларуси заочно? Смешанные чувства, но на самом деле есть фраза. Я не в Беларуси, они меня там осуждают за какие-то статьи. Но когда я не там, они меня могут хоть бить, хоть, я не знаю, хоть убивать, хоть расстреливать. Потому что, ну, я не там. То, что сейчас происходит, вот эти заочные суды, это фарс. И явно видно, что это политические дела. И, ну, ощущения нормальные. То есть, вот тебе приходит информация, что ты заочно осуждена в Беларуси. Какие твои первые эмоции? Когда мне только пришло сообщение, вот мне начинают... Я включаю интернет, и я смотрю, мне пишет знакомая, поздравляю, и что-то скидывает. Я такая, блин, а что случилось? Может быть, мне дали... Ну, типа, может, меня признали террористкой. И потом такая, захожу, смотрю и такая, прикол. Ну, то есть, не было такого, что я на панике какой-то или еще что-то. Ну, я не в Беларуси, я в безопасности. Поэтому, вот, о, прикол. Еще такой вопрос. Родителей ты увезла из Беларуси? Да, очень повезло. Мама с бабулей, у которой деменция, смогла выехать буквально там за два дня до первого обыска год назад. И мама с бабулей сейчас в безопасности. Ну, я видел, что был жесткий обыск. Два жестких обыска было. Первый был в июне или в июле 21-го года. Второй был жестче в апреле 22-го года. И, ну, это недвижимость, это дело наживное. Ну, то есть, в плане того, что это вещи, и я, наверное, не очень сильно привязываюсь к вещам. Да, мне, безусловно, очень жалко каких-то ценных воспоминаний. Потому что, ну, мне жалко действительно, что они разорвали плакат, который мне сделала подруга. Ну, то есть, это ценность какая-то. Но, в принципе, никто не пострадал. Ну, мама не пострадала, бабуля не пострадала, я не пострадала. Поэтому, в принципе, ну, сделали гадость. Потом сами, наверное, и будут класть этот пол, когда мы победим. Да, да, когда мы победим, когда мы вернемся, ну, будут отрабатывать. Ну, ты видела тоже эти фотографии, которые просто разбитая квартира, обыск. Да, я видела. И вот мое первое ощущение, как бы, скинули в чат, тегнули меня. И я просто не хотела сначала смотреть. Я такая, там слишком жестко. Ну, как бы, насколько жестко там. Там они говорят, ну, написали, что вскрыли пол. Я такая, понятно, окей, посмотрю. Ну, я посмотрела, мне было не то, что волнительно. Ну, потому что я вижу свою квартиру, в которой, вот, как бы, я выросла. Все, вот, ну, как бы, ремонт там, где мы делали с мамой. Как бы, давали в эту квартиру душу, да, вот, вкладывали. И я смотрю, и вот это вот все, вот, просто вот такое. Да, безусловно, это, как бы, это не горе, печаль, как бы, что, вот, уже так не будет, как было раньше. Но при этом не было такого, что, вот, все, они разбомбили квартиру. Сегодня же, ребята, расходимся, перестаем дианонить силовиков белорусских. Просто потому, что они разбомбили мою квартиру. Нет. Как ты думаешь, насколько это может далеко зайти? Ну, вот сейчас есть заочные уголовные дела, да? Следующая, это, наверное, конфискация имущества в Беларуси, правильно? Скорее всего, ну, вот, у меня нету никакого имущества в Беларуси. И... Ну, квартира. Квартира, это не моя, квартира, это моей мамы. И, ну, у меня действительно нету никакого имущества в Беларуси. Они, возможно, они могут ее как-то забрать, могут что-то придумать, но я не хочу давать им эти мысли. Ну, они могут, наверное, что-то сделать, потому что, ну, мы все знаем, что у нас в стране беззаконие, и законы, они придумывают на ходу, они делают все, что угодно. Но при этом я верю в то, что, когда мы побеждаем, это все вернется обратно. Ну, то есть, это же квартира и будет нашей. Ну, сколько дошел маразм? Как, я думаю, что еще возможны там, например, заочные расстрелы, например? Я сейчас тебя заочно отпою! Прокляну! Сейчас приходило разгориться! Ну, как бы они и так клоуны. Так это вообще будет целое церковое представление о том, что, ну, а как они расстреляют? Ну, это даже смешно звучит. Но они могут, ну, на самом деле, они настолько, как бы, без мозгов, что они могут сделать, ну, действительно все, что угодно. Они могут реально сказать, что вот мы расстреляли ее заочно. Ну, вот, например, сейчас идет разговор о том, что, ну, лишат гражданства. И, как бы, это же, наоборот, даже плюс, пока там диктатура. То есть, соответственно, меня, если они отправят запрос в Интерпол или еще куда-то, им откажут. Ну, им, в принципе, откажут, потому что я под защитой. А сейчас ему еще больше откажут и скажут, ну, извините, ее некуда депортировать. Ну, типа, к вам вам точно не депортируют ее. Поэтому это, ну, вот в рамках сейчас диктатуры в Беларуси, это, наверное, даже плюс. И я уверена, чтобы отловить их, нам понадобится гораздо меньше 25 лет. Хорошо, тебя вот сейчас берут и просто в Беларуси говорят, что ты не гражданка, лишая тебе гражданства. Какие твои дальнейшие действия? Ну, во-первых, я буду заниматься документами в той стране, в которой я нахожусь. Во-вторых, они могут сказать, что ты не белоруска по паспорту, но забрать то, что я родилась белорусской, то, что мои родители белорусы, то, что я выросла в Беларуси, они не могут. То есть, мое самоосознание и мое самоопределение как по национальности – я белоруска. Соответственно, они могут все, что угодно придумать, стоять там на голове, забирать, канцелить гражданство или еще что-то, но нет, я белорусска, родилась, выросла в Беларуси, вы у меня этого не заберете. Вы сильнее лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Как к тебе вообще пришла такая идея, да, но не силовиков? Я уже, наверное, говорила это где-то о том, что просто так сложились звезды. То есть, попала я случайно, но когда я поняла, что у меня это получается и что я делаю большую часть работы и, в принципе, потом всю работу делаю самостоятельно, вот так вот и получилось. Ну, то есть, я просто поняла, что я не могу дальше уже сдаваться, то есть, я не могу просто взять и кинуть белорусов, которые рассчитывают, например, на канал на тот момент «Каратели Беларуси», которые приходят посмотреть информацию, которые приходят узнать, а кто же действительно там забрал соседа, да, на Крестина или еще что-то. Я поняла, что я не могу просто взять и как бы сказать, ну, знаете, ребята, я устала или там все, я не буду этим заниматься. Нет, я не могу. Хорошо. Я знаю, что кроме «Карателей Беларуси» и «Дикого поливания», ты долгое время условно была главной в проекте «Черная книга Беларусь». Что для тебя вообще значит «Черная книга» и почему ты оттуда вообще ушла? «Черная книга Беларуси», ну, я скажу так, «Черная книга Беларуси» — это был период в моей жизни, я не могу сказать, что он был какой-то плохой или хороший, он был, я благодарна этому моменту в своей жизни, ушла я из-за определенных своих убеждений, которые я продолжаю нести в своих проектах, вот, скажем так. Как ты думаешь, почему именно ЧКБ власти Беларуси выбрали как первую атаку, на которых завели уголовные дела заочно? Мне кажется, потому что режимные псы сейчас понимают о том, что ответственность-то скоро придет, ну, то есть мы видим ситуацию в России, мы видим ситуацию в Украине, мы видим, что скоро очень, мне кажется, да, этих псов загонят. Украине! 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 Паша, почему ты думаешь, что ты главная угроза, потому что они начинают с тебя? Ну, первое проходит. Я не знаю, почему они меня так боятся. Они же как-то писали в своих пропагандистских каналах о том, что ходят слухи о том, что милиционеры пугают своих детей именем Янина Сазановича. Но, опять же, это показывает то, что они боятся, показывает, что они боятся деанонимизации, они боятся, когда выкладывают их адреса, боятся того, боятся распространения информации, потому что распространение информации равно ответственность в будущем. И им уже не будет, ну, если, например, раньше они думали, окей, хорошо, там, Лукашенко уйдет, мы там быстренько все свои вещи соберем и в Россию, как бы, в Рашку там поехали и будем там скрываться. Сейчас они понимают, что у них нету этой возможности, у них отрезан путь туда и у них уже отрезан путь в Европу, соответственно, что надо делать? Надо максимально пытаться дожать тех, кто сейчас активно что-то делает, наверное, поэтому, но мне так кажется, потому что ответственность, ответственность найдет всех. По-любому. Где ты была 24 февраля 2022 года? Я была в Америке. Какие твои первые эмоции, когда ты узнала, что началась война? У нас было 4 часа дня, и я помню, что я беру телефон, смотрю обращения, смотрю, ну, и просто начинаю, как бы, эмоционировать нецензурными словами. И в этот же момент начинаю работать над новым проектом, который был связан с войной, вот, поэтому у меня сразу же пошло новое. Ну, как бы, я первые 4 дня, я вообще, опять же, не спала, это у меня были флэшбэки на 2020 год. И я понимала, что, как бы, да, это не моя страна, но агрессия идет от той страны, которая, как бы, и нашу страну захватила. И Украине надо помогать всеми возможными способами, вот, вообще, все, что угодно делать. Не спать? Хорошо, буду не спать. Буду работать. Такой вот вопрос, тоже ты говоришь про 2020 год. Я заметил, многие люди в Беларуси, белорусы, сейчас даже переехавшие за границу, они живут в 2020 году. То есть, они не могут выйти, для них это такой ущерб по их психике, ущерб незавершенного дела. Ты живешь в 2020 году, либо уже в 2022? Блин, да, у меня иногда один день за 4, или там за сколько, одна неделя за месяц проходит. То есть, очень много событий, очень много каких-то всего такого происходит, что я не могу, как бы, я не могу сказать, что я живу там в 2020 году, или в 2020, ну, нет, я живу в 2022 году. Я не могу сказать, что я живу в 2020 году, но в любом случае я понимаю, что то, что произошло в 2020 году, по-любому нанесло, как бы, какой-то урон моей психике. Именно поэтому я уже больше года занимаюсь стабильно с психотерапевтом. То есть, это очень важно, на самом деле, белорусы, пожалуйста, занимайтесь с психологами, с психотерапевтами, рассказывайте, что у вас происходит, что с вами. Это помогает, ну, это действительно помогает. Как раз хорошая сейчас тема. Ты знакома с Романом Протасевичем? Да, я знакома с Романом Протасевичем. А как ты реализу его в нескольких словах? Так, давайте я просто расскажу историю, как я с ним познакомилась. Давай. Это, я переехала в Литву из Америки, и у нас была первая встреча, как бы, с какими-то участниками оппозиционного движения, и среди них был Роман Протасевич. И я была единственным человеком, с которым он еще не коммуницировал вживую, и на которого он еще, как бы, не показывал свое поведение, скажем так. Ну и, в общем, сидим мы в помещении, сидим мы в квартире. Тогда была Масленица, мы отмечали Масленицу, собрались. Ого. Да, это, ну, не знаю. Белорусское свято. Вот, да, белорусы собрались праздновать Масленицу и вот заодно познакомиться. И это было так, что вот мы с тобой, например, сейчас сидим вот так, я сижу здесь, а Роман Протасевич вот сидит, где наши операторы. Привет. Вот. Все друг между другом разговаривают, и тут Роман говорит очень громко, явно на меня, потому что я еще тот человек, который этого не слышал, он говорит, а я же в Азове служил. Я понимаю, что он как бы на меня играет, на меня говорит эту фразу, я как бы пытаюсь, ну, я ее игнорирую, я дальше разговариваю. Проходит минута-две, он говорит, ой, так это, я же в Азове служил. Я понимаю, что как бы ему нужна какая-то, какой-то фидбэк от меня. Я поворачиваю голову на него и, ну, типа, угу. И после этого он делает такой, ой, ну, это было на самом деле театрально прямо. Такой, ой, кажется, я что-то лишнего сболтнул. Ну, ничего, здесь же все свои, да? Да, я просто, ну, я не поняла, к чему была эта история, но потом, в принципе, когда у нас происходили с ним какие-то коммуникации, я поняла, какой человек Роман Протсеевич, и, в принципе, что как бы это нормальное его поведение. Я не знаю, возможно, у тебя есть какие-то истории, связанные с ним. Нет, я могу только сказать, он говорил про Азов тебе, я могу сказать, что я знаком с ребятами с Азова, это тот же Брест погибший, и он говорил, что это человек без внутреннего стержня. Вот так сказал, дословно. Наверное, я могу согласиться с ним, могу согласиться. Он поступал, извиняюсь за, наверное, такое выражение, он поступал как человек с остальными яйцами. Слушай, ну вот такая интересная аллегория. Получается, тебя делают первым сейчас в заочном этом? Я не удивлюсь, если Роман Протасевич будет давать там свои показания, потому что была ситуация, когда каратели Беларуси признали, вот первый раз там экстремистским или что-то, он, это, мы с ним были в одном помещении на тот момент, и он сделал вот так вот, такой, типа, блин, а что это такое? Типа, каратели Беларуси признали, а меня не признали. И я такая, типа, блин, ну, слушай, зачем ты, во-первых, тут кричишь, что я веду карателей Беларуси, а во-вторых, как бы, ну, подожди. Человек искал слова? Да, искал. Нашел, наверное. Да, нашел. Мечты должны исполняться. А вы еще пытались с тобой выходить на связь, там, любые каратели, менты, и пытались, там, не знаю, донести, удали, там, удели информацию, или я там тебя накажу, там. Было такое? Не знаю, ну, не знаю. Было как-то, было как-то. Я вот знаю один пример хороший. Давай. Как-то в каратели вписали Сергея Беспалов и дали мое адрес. Слушай, я тогда стала в Америке. Просто левого мента, просто левого мента с моим адресом. И я вот помню, я это хорошо помню. Ну, мы же тогда извинились, и я потом тебе, и тебе принесла извинения, и написала на канале, и... Ну, я это запомнил. Ошибки бывали, ошибки бывали. Конечно. Ну, сколько они часто? Сейчас они вообще не часто. Ну, сейчас их вообще, как бы, можно сказать, 0-0,1%. Кто ведет проверку вообще? Кто занимается проверкой? Мы ведем проверку с киберпартизанами. Киберпартизанного программа. Привет моим друзьям, киберпартизанам. А угрожали ли тебя вообще каратели, что мы тебя поймаем, мы тебя убьем, мы тебя похитим? Не знаю, были какие-то угрозы твои адрес? Просто пытались запугать. Они начали мне писать про маму, что, типа, мы найдем тебя, типа, хера ты прячешься, ну, там, прям вот, прям с такими этими. Ну, да блин, типа, тролли же всегда были. Интернет-тролли наш, все. Слушай, ну, а марши белорусов ты заслала? Я так знаю, что ты после Америки поехала именно на эти марши. Ты даже была на них? Нет. Нет, я с 2019 года не была в Беларуси. Я на момент 2020 года я находилась в Америке. Поэтому... И ты с 2019-го не приезжала в Беларуси? Нет, не приезжала. Каково это вообще бороться для тебя за границей? Наверное, в какие-то моменты тяжело, потому что ты такой, блин, может, как бы, просто все кинуть и, я не знаю, там, поменять профессию. Вот, но... На колене ползли не хочу. Да, нет. Слушай, ну я, на самом деле, получаю столько поддержки. Вот, например, вот вчера с новостью о том, что меня заочно судят, мне написало, я не знаю, ну человек, наверное, 100-200, о том, а, как они горды, что они со мной знакомы, б, как, в принципе, они просто мной гордятся, в, что я делаю правильное дело, и там, ц, что они меня поддерживают всеми возможными способами и будут поддерживать. То есть, как бы... Слушай, ну я хочу тебе тоже пожать руку. Спасибо большое, спасибо. Старый друг. Спасибо. То, что ты делаешь, это все правильно. Спасибо большое. Это еще твоя поддержка. 201 человек. Ответственность. Помните. Чем больше сила, тем больше ответственность. Смотри, сейчас мы знаем, что пошла мобилизация в России. Скорее всего, уже идет мобилизация, скрыта идет мобилизация в Беларуси, и, скорее всего, будет мобилизация полностью, в Беларуси. Планируешь ли ты как-то развиваться дальше в том плане, что планируешь ли ты сдавать данные тех людей, которые собираются идти воевать в Украину? Да, ну, по-любому, конечно. Это будет какой-то новый проект? Либо это в рамках картины? Мое мнение, что незачем создавать проект ради проектов и так далее. Мое мнение, что если мы занимаемся деанонимизацией, мы будем продолжать заниматься деанонимизацией. Пошел воевать с Украиной? Раздеанонили. Пошел пытать белорусов, раздеанонили. И все это в одном месте, и, возможно, так даже удобнее для белорусов искать все на одном канале, на одном ресурсе. Как ты думаешь, чего не хватило в 2020 году? Я так думаю, что все ждали, что силовики перейдут на сторону народа. Вообще, возможно такое, что они когда-либо вообще перейдут на сторону народа? Я не знаю, потому что я не силовик, и я не могу как бы одеть их одежду, и сказать, что вот я, чтобы перейти на сторону народа, надо делать то-то и то-то. Я не знаю. Но мне кажется, то, что в 2020 году очень многие, очень многие, что телеграм-каналы, что все, в принципе, белорусы думали, что им кто-то должен помочь. Но белорусы. Беларусь спасут только белорусы. То есть мы сами должны спасать нашу страну. Не кто-то из Запада, не кто-то из Америки, не кто-то там еще. Сами, внутри страны, за границей в том числе. Ну то есть мы должны сражаться. Не кто-то за нас это должен делать. Ну то есть мы должны сесть и просто помогите убрать Лукашенко. Нет, мы должны убрать его. Ну то есть это мое мнение. Ну вот сейчас, кстати, ты правильную тему затронула. В принципе, белорусы всегда ждут Калиновского, Ифросиньи Полоцкую, да кого угодно, в принципе. Они ждут, что кто-то решит их проблемы за им. Сейчас почему-то все белорусы думают, что вот Пол Калиновского решит за них все проблемы. Насколько ты рассчитываешь вообще в этот сценарий, что Пол Калиновского идет в Беларусь и решит проблемы в Беларуси? Да, я вообще в принципе по жизни рассчитываю только на себя. Поэтому то, что как-то Пол Калиновского придет в Беларусь, придет, будем разговаривать. Ну как бы на данном этапе, на данном отрезке, конкретно я делаю все, что в моих силах. И возможно в каких-то моментах даже больше, чтобы Беларусь стала свободной диктатурой, чтобы Лукашенко ушел. И каждый, мне кажется, белорус должен попробовать так же. Это не означает, что я говорю, что белорусы ничего не делают. Нет, Беларуси я безумно благодарна, я всех уважаю. И я не представляю, сколько мужества надо, чтобы находиться сейчас внутри страны, когда там происходит такой террор. Я просто говорю, что в принципе в целом такая атмосфера была, что там Европа, введите санкции, там еще что-то. Да, но внутри страны санкции что? Хорошо, вот ты говоришь внутри страны, ты считаешь, что внутри страны продолжается какая-то борьба? Да, я уверена, что борьба продолжается. Низкий вам поклон, партизаны, что вы продолжаете делать, несмотря на все угрозы, несмотря на всю опасность для вашей жизни, для вашей свободы, вы настоящие герои. Пока еще не названы, но обязательно, обязательно мы все, ну мы расскажем про вас, когда станет возможно. То есть в свободной Беларуси. Хорошо, 20-й год. В 20-м году было всем понятно, главный враг Лукашенко. Кто сейчас для тебя главный враг? Лукашенко или Путин? Мне кажется, что неважно, будет Лукашенко или Путин, главный враг это диктаторский режим, система, которая выстраивается вокруг одного человека, и все, что идет в связке вместе с этим. Просто мы в 20-м году все верили, что Лукашенко главный враг, и мы его снесем, и все будет огонь. Оказывается, что есть еще внешние стороны. Враг, система. Смотри, вот сейчас объявлена мобилизация, да, могилизация в России. Могилизация. Да, да. И что происходит на местах? Учителя приносят повестки, потому что это система. Потому что учителя понимают, что если они не принесут повестку, им что-то будет. То есть, соответственно, это такая, ну, это как раковая опухоль. То есть вот это вот все, это надо просто удалить. Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Криша, давай немножко вернемся к войне в Украине. Как ты думаешь, сколько она еще продлится? Блин, ну я не политолог, я не знаю, сколько она продлится. Продлится... Ну, по твоим ощущениям. По моим ощущениям... Блин, ну реально сложный вопрос. Я не знаю, что ответить. Хорошо, мы победим? Ну, конечно, мы победим. Ну, в смысле, без этого... Сколько времени нам ждать еще? Подожди, опять же, мы про вопрос, победим ли мы в Беларуси или победим ли мы в Украине... В смысле, победим ли мы в войне с Россией? Ну, мы вернемся домой в Беларусь. Ну, конечно, мы вернемся. А ты что, занимаешься тем, что ты занимаешься без веры в то, что ты вернешься? Скоро это будет? Как только, так сразу. Что мы должны сделать для этого? Все возможное. Нет, ну что должен каждый беларус сделать? Каждый беларус должен делать все возможное, все, что в его силах. В зависимости от того, в какой он стране находится. Если в Беларуси, то делайте, пожалуйста, это аккуратно. Со всеми правилами безопасности, что своей, что кибербезопасности, что безопасности в сети, и все остальное, что с этим связано. Каждый должен просто делать то, что в его силах. Хорошо. Как ты видишь победу? Вот, условно, наступила победа. Что должно для этого произойти? Не знаю. Лукашенко умер в сердце. Вот некоторые видят беларусы, к сожалению. Они думают, что все просто. Нет, я не хочу, чтобы он умирал. Нет. Вот Лукашенко умер, и все, мы победили. Там пришел кто-то, третий, десятый. И вот мы победили. Вот так некоторые беларусы видят победу сейчас. Это большинство беларусов. Я не хочу, чтобы Лукашенко умирал. Я скажу так. Я хочу, чтобы он понес ответственность, чтобы он сидел в тюрьме за все преступления, которые он совершил, за все то, во что он превратил в Беларусь, он должен понести наказание. Соответственно, он не должен умереть. Он должен предстать перед судом, перед Гагой, перед нашим беларусским в Новой Беларуси, справедливым. Но он должен предстать перед судом, и он должен свой срок. Вот для меня я представляю, как он заканчивает свою жизнь в тюрьме. То есть он до конца будет жизни своей сидеть в тюрьме. Хорошо. А как ты видишь себя в Новой Беларусь? Чем бы ты хотела? Вот Новая Беларусь, мы скинули Лукашенко, мы поменяли там власть, пришел офис Стихановская, пришел там Игорь Макар, кто угодно. И вот мы начинаем строить Новую Беларусь. Кем ты себя видишь? Слушай, я хочу детей и дома быть котлеты шарить. Да блин. У нас есть база российских военных и белорусских военных. Может, как-то стоит звонить ребятам из Беларуси и говорить, а зачем ты вообще идешь на эту войну? И твоя ли это вообще война? Слушай, ну мы этим занимались очень долгий период времени. Сейчас, возможно, надо это больше пушить. Да, это хорошая идея. И, возможно, я этим займусь, пропушу эту идею. Не ездите на войну. Ну, в плане... За Украину можно. За Украину? За Украину, в полк Калиновского, в террор, в погоню. Вот туда можно. А если вы поедете воевать за Россию, вы просто удобрите украинский чернозем. Президенте чуле? Не, а что там? Ну, как что? Война виною. А посевна за Роскладом. Так, а ведь нас что треба? Ну, как что? Добре. Ну, Украина взяла на себя, условно, Да, и на самом деле Украине огромная благодарность за это. То, что делает Украина сейчас, то, как Украина сражается за свою землю, это просто невероятно. И так, наверное, и должно быть. Ну, даже безнаверно, так и должно быть. Но... Ну, что сказать? Я преклоняюсь перед всеми украинцами, которые воюют там, которые защищают свою землю, которые помогают, в принципе. Я тоже помогаю Украине. Мы все, я думаю, помогаем Украине. Конечно. Так что... Все за Украину. Все будет Украина. Дякую великую землю. Конец. Блин. Редактор субтитров А.Семкин